всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно сегодня я буду на блоке сажать деленки дендров которые последние вот видео было разделила я не хотела этого делать но попросили было в комментариях как вы это делаете думаю ладно сделаю и видео я хотела я его в среду же и посадить так помощник как всегда но у меня не получилось не хватило времени и они ждали меня до пятницы я положила его на мох лесной который мне прислала анюта манюня ты мешаешь вот тут красивый вчера даже полила видно корешки пьют он так просил воды у меня приготовила кору вот она замочила тоже в среду и кору уже корни папоротника воду только поменяла вчера сейчас буду вытаскивать я люблю замачивать куски коры в воде на то тоже набирается водой значит кора из ивы довольно довольно толстые куски такие вот видно какая толстая кора и она вдал влагоемкая очень влагоемкая такая вся рифленая то что любят корни орхидей очень сильно любит набралось воды у меня на таких блоках растет много орхидей ну как много достаточно много сейчас один примерчик покажу вот это тоже кора той же ивы уже корни папоротника вот такая немножко по-другому форма коры я имею ввиду это у меня дендробиум в прошлом году по моему дима присылал с такими красивыми красными цветами но он еще молодой когда открывала посылку дима и предупреждал меня но все равно умудрилась ему отрезать новый рост вот так он тут хорошо растет корешки показываю просто так он еще молодой но надеюсь скоро зацветет а вот еще один пример посадки на блок тут немножко другая кора но немножко другие технологии потому что и дэн другой у меня есть видео посадки это именно дендра я оставлю ссылку в описании под видео но тут и корни другие смотрите не толстые как у котлеи хороший такой слон виламена те же уже корни папоротника или милленбеки и сверху лесной мох я уже потом доложила когда было жарко летом он тут столько много корней нарастил но вот корни прошлого года позеленили со мхом слились мог сухой а свежего года он молоденькие растут вижу начинается и которые вот всю зиму росли не беленькие хорошие в общем он у меня пока не съемный когда будет тепло он будет на улице как-нибудь при случае покажу еще раз там я не знаю сколько метров корней нарастил с удовольствием просто растет на этом блоке это дендробиум хакерианум покупала малюсеньким малюсеньким три года до цветения или четыре не помню но это были как кейки вот такие малыши а сейчас уже до двух метров достигает и вот убедить и огромный в общем подойти к нему нельзя могу только издалека показать но то еще снизу попробую корней у него очень много вообще все дендры вот которые у меня так посажены вот комбинация блок все равно какой он смотрите какие корни и лжекорни папоротника отлично растут вот видно и старые и новые корни старая я имею ввиду не рабочие просто что цвет у них уже поменялся закаленные погодой на улице такой красавец в общем кому интересно можно посмотреть видео именно его посадки ну а сейчас займусь посадкой того кто ждет на столе на улице ну а теперь подготовка к посадке и сама посадка значит блоки пусть лежат один у меня уже с проволокой другой только отверстие сделала пусть они пока лежат стекают а я хочу разобрать потому что я вот это как сложила все напилила куски муж вернее напилил показала как куски коры которые для блоков не будут нужны так вот это вот штука как раз и есть тот корень на который был посажен дендра этого еще некоторые у меня растут хотела я его распилить сложить вместе опять посадите потом не знаю чего передумала для кого-то другого пригодится вот когда я сажала вот эти вот тонкие корешки мухом тоже хорошо укладывала именно лесным мхом в общем здорово орхидеи на них тоже растут ну и как видно да сколько лет он рос на этом блоке и неру замечательно значит мне просто нужен этот поднос так а это то что меня осталось после пересадки мог этот тоже пригодится давай помогай потом этикетка тоже мне нужно будет вот бульба 1 вот бульба 2 так ну и все сейчас я это выброшу ну и сама посадка блок на этот блок сначала я укладываю корни папоротника а прежде чем укладывать корни папоротникову я привязываю проволоку в общем буду все показывать последовательно все как это делается если буду монтировать видео по вырезаю только чёткость была плохая или еще что-то так завязываю проволоку все так этот конец потом будет мне нужен дальше закрепить потом уже корни папоротника вот раскладываю их так чтобы получается они прям плотно туда прилегать не будут и будет хорошая воздушная подушка между между самим растением и блоком и и хорошо закрепляю корни когда мягкие они гнутся хорошо их можно направлять в любое место вот эту часть обрезать не будем потому что потом же надо будет порядок навести красиво то что торчит обрезать так все достаточно закрепляю с этой штукой вот теперь значит я буду сажать две деленки на разные блоки один уедет где мимо с ним и скоро встречаемся а еще забыла вот у меня осталось это когда он у меня упал поломалась это все всегда бульба но тем не менее он продолжал цвести и вот так как бендрик довольно редкий и сложно его купить я положу его так чтобы нам хип тут пусть и лежит да сможет кейки так и вот эта часть вот мы сейчас посмотрим покажу я тут корни вот и старые и новые я ничего убирать не буду видно вот тут корни которые и рабочие и нерабочие я ничего убирать не буду вот так вот как он есть так и посажу но так как он водохлёб вот когда он растет он пить любит совсем положу чуть-чуть из-за того что подушка тут будет еще это воздушный он плотно прилегать не будет совсем чуть-чуть сфагнума то есть это будет спасение от жары летом просто вот таким тоненьким слоем чтобы держалась влага все блок сюда дендр пока сюда лесной мох хорошо его тоже смачиваю это тоже более мягкий будет думаю хватит мне этого кусочка лесной мох взяла с такой толстой подушечкой я помню что я его тоже тогда сажала с таким толстым слоем этим нижним и я его прям вот так вот заматывала вот так вот его заматывала и прикрепила на тот блок и сейчас хочу точно также сделать вот так вот ему подушечку эту сделаю я наверно мог уберу этот потому что сам вот этот мох толстый вот все вот тут прикрою так вот это все тоже сейчас прикрую не хватило чуть-чуть вот тонкая часть мха да он такой весь прозрачный тот был потолще поэтому одну часть сюда и одну часть сюда все и теперь это все закрепляю вот же молодец и цветы свежие до сих пор так многие жалуются что мох не приживается или коричневым становится у меня он тоже коричневый становится очень часто его нужно просто постоянно сбрызгивать чтобы было вокруг влага и все он может покоричневеть но потом там же споры остается он все равно выживает ну и теперь это все хорошо закрепить в общем еще сложного нету у каждого архамана свои какие-то секреты свои какие-то наработки кто как то привык в своих условиях к своему материалу правильно и вот все он посаживает все так теперь нитку обрезаю так нитку обрезала завязываю завязать поливать его теперь долго не надо будет он будет влажный повешу так его на светлое место будет обдуваться у нас воскресенье и в понедельник чуть ли не 20 градусов обещают жары на улицу вынес он быстро быстро просохнет вставляю проволоку и этикетку сейчас повешаю вот и все как второй сажать показывать не буду будет точно так же только на другой блок но без родной этикетки этикетку надо будет подписать и он у меня даже еще и подсветет вот где-то вот таким я его покупала не меньшим меньшим и тут уже бульбы взрослые а когда его покупала то были такие манюсенькие тонюсеньких многою винильных бульб в общем кому было интересно ставьте лайк ну а я как всегда всем желаю хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока